МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность к приему первых пациентов оценил глава региона и поручил главе округа совместно с Минздравом исправить все недостатки до ввода объекта в эксплуатацию. У меня один, конечно, аж пенсионер. Тропинку имеете? Да, еще желательно с такой клипкой. Ну, во-первых, чтобы она была пониже, чтобы не было приступков. Понятно, что колясий здесь нет, но люди пожилого возраста здесь. Первых пациентов здесь должны принять уже в середине августа. Этого ждут не только сами пациенты, но и медработники. Это очень здорово, когда ты приходишь в такое помещение, настроение есть у медицинского работника работать, и у пациентов, соответственно. Мы получаем оборудование, которое не на каждом ФАПе раньше, конечно же, было, потому что мы можем оказать экстренную помощь, обследовать по возможности. Однако есть в Очерском районе и проблемные точки. Этот детский сад – местный долгострой. Изначально по проекту здесь не были выполнены работы по обустройству вентиляции, дымоудалению, пожарной сигнализации и не только, что является грубым нарушением. В настоящее время строительно-монтажные работы не ведутся. В ходе рабочего визита в Очер в Рио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин посетил проблемный участок и дал поручение ускорить процесс и устранить все допущенные недочеты. Когда трава растает через асфальт, означает, что асфальта там нет. Вчера встречался с подрядчиком. То есть они готовы? Готовы. Они не отказываются сделать ту часть, которая есть в проекте. Достраивать объект будет уже новый подрядчик. С соблюдением всех сроков необходимых экспертиз к работе он приступит уже осенью. Сейчас надо дать ускорение, во-первых, нашему министерству строительства, чтобы перепроектирование. Мы должны заставить подрядчика выполнить все свои обязательства и постараться, если не до конца года, то в первом квартале следующего года этот детский садик создать. Он долгожданный на 150 мест. Ждет исполнение и поручение главы региона по ремонту проблемного участка дороги на улице Революционная. Когда вы планируете сделать? Ну, если все отлично, успеем, мы этим летом успеем добраться. Как показывает практика, чтобы люди не уезжали, оставались работать и жить в территориях, необходимо обеспечить хорошие условия. А это, в первую очередь, достойное жилье. Вот-вот в Ачори сдадут очень важный социальный объект – дом для детей-сирот. В 2020 году из краевого бюджета выделено более 7,5 миллионов рублей на приобретение 7 жилых помещений. Строительство этого дома уже завершено и находится в стадии оплаты и подготовки документов. Которые молодые люди сюда придут жить – это самое отличное для начала, как бы, такое вхождение в жизнь. Дом кирпичный, отопление газовое, вода горячая, центральная канализация, центральный водопровод, все условия для жизни. Рядом находится магазин, стадион, школа. Все прелести своей новой жилплощади уже совсем скоро оценят и сами новоселы. Евгения Шердакова свою квартиру ждала два года. Уже совсем скоро ее ждут приятные хлопоты переезда и долгожданное новоселье. Своими планами девушка поделилась и с главой региона Дмитрием Махониным. Как мне вручат ключи, сразу еду сюда, иду сюда. Вы сейчас где живете? Я живу сейчас с молодым человеком, у его родителей. Родители, да? Ну, то есть будете отдельно? Да, будем отдельно. На кухне будет одна хозяйка. Первым делом приобрету холодильник и стиральную машину. Очень понравилась квартира. Во-первых, тут недалеко садики, школы, больницы, остановка. Как бы все очень понравилось. Очень хороший район. А это уже Верещагино, городской парк культуры и отдыха. Для местных жителей это теперь любимое место. В 2018 году здесь открыта площадка для занятий экстремальными видами спорта. Обустроена пешеходная дорожка, установили лавочки, провели освещение. Изменения, что называется, налицо. Сейчас мы стали приходить часто сюда, отдыхая. Вот мы больные туда часто. А раньше что там было там отдыхать-то там? Нельзя было ходить нам туда все. А сейчас спасибо, было болото. А сейчас спасибо сделали нам все, радуемся жизни. Развивается и спортивная инфраструктура. Уже больше года Верещагино работает современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь занимается 700 ребят из города и прилегающих территорий. Работает пять спортивных секций. Аэробика, спортивная вольная борьба, баскетбол, волейбол, мини-футбол. В планах организовать секцию настольного тенниса. Также в планах построить и новый стадион. С проектом ознакомился и глава региона. Вот сам фокс-фейк у нас получается. Вот это стадион, это хоккейная коробка, про которую я говорю. Но здесь вот это место, это комплекс ГТО, а это универсальное. Полноценное футбольное поле. Это беговые дорожки, это вот метровка, мы понимаем, да? Можно сделать для первого этапа. Вот, как скажете, так и на чем. Первым этапом сделать, да. Ну, подготовительную работу сделать первым этапом. Строится в Верещагино и новая школа. Здесь будут учиться 675 ребят с 5 по 11 класс. По проекту школа оснащена всем необходимым современным оборудованием. В школе будет два спортзала, столовая, актовый зал современный, современные лаборатории химии, физики. Будет спортивная площадка дополнительно на второй половине школы. Стадион, хоккейная площадка будет. Ход строительства проинспектировал глава региона Дмитрий Махонин. Когда сдача? То есть, у них сдача в ноябре 2021 года. С подоговором. Современная инфраструктура – важный шаг к качественной работе и высоким результатам в системе образования. Это означает, что мы будем готовить наилучших специалистов, которые будут востребованы везде. Наша задача дальше – тиражировать это. Сейчас уже министр образования говорит, что наше среднее образование впереди многих регионов на десятилетия. Наша задача – вот эту тенденцию увеличивать. Очерский машиностроительный завод – одно из старейших предприятий Западного Урала. Здесь производят нефтепромысловую продукцию, металлоконструкции, ремонт колесных пар, грузовых вагонов и не только. Предприятие известно далеко за пределами Пермского края – в партнерах компании Бразилия, Аргентина, Ирак, Индия, Америка и еще десяток стран. Сегодня Очерский машиностроительный завод решает серьезные производственные задачи. Одна из них – участие в промышленной кооперации предприятий «Прикамья», что даст возможность увеличить объемы производства и обеспечить компанию стабильными заказами. Кроме того, на заводе внедряются современные технологии, в частности, принцип бережливого производства, который уже приносит свои плоды. В первую очередь, это все-таки повышение производительности. Повышение производительности налицо, и это наблюдается и в финансовых показателях, и той качественной продукции, которую мы способны выпускать, с тем составом людей, которые у нас имеются в наличии. Все силы брошены на то, чтобы искать новые направления импортозамещения, где мы можем еще быть полезными, конкурентоспособными и делать вклад в развитие региона. Однако все чаще возникает проблема с дефицитом кадров. Пути решения руководства предприятия обсудили с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Сейчас на производстве работает около 800 человек. Как говорят старожилы предприятия, модернизация оборудования приносит свои положительные плоды. Проще стало, если нашли автоматикой, может быть, а не туда. Сейчас начали поближе обновлять штангу, вот здесь поставили, немножко оборудование обновляют. Но это лишь шаг на пути к привлечению молодых кадров. В ходе рабочей поездки глава региона дал поручение проработать вопрос в условии подготовки специалистов. Получено поручение совместно с Министерством образования Пермского края отработать формат обеспечения технологическим оборудованием колледжа, который сегодня готовит специалистов СПО для Очерского машиностроительного завода и по этому примеру тиражировать эту практику на все промышленные предприятия Пермского края. Верещагинский многопрофильный техникум как раз один из тех, где такие современные условия для обучения созданы. На базе учебного заведения действует специализированный центр компетенций по направлениям управления локомотивом, проводник пассажирского вагона, обслуживание ЖД путей и другие. Сейчас здесь обучается 1250 студентов. Подготовка идет по 15 специальностям. Благодаря такой оснащенности и профессионализму преподавателей с 2011 года студенты хорошо показывают себя на таких престижных конкурсах, как WorldSkills и Abilimpics. Наши студенты в 2018 году привезли первое место с национального чемпионата по компетенции управления железнодорожным транспортом. Мы активно участвуем в движении Abilimpics. Компетенция «Кирпичная кладка» на национальном чемпионате обучающийся занял в Москве третье место. Качественное образование на местах – важный механизм привлечения молодежи в отдаленной территории региона. А развитие социальной инфраструктуры и комфортная городская среда – еще один повод строить свое будущее в территориях Прикамья.